Чуть меньше года назад я выпускал видео на этот канал, без сценария, потому что вышла бомбическая новость и надо было срочно делать видос, надо было срочно что-то об этом говорить на канале и рассказывать об этом вам. Сегодня я вернулся с очередным, таким, нет, не таким же, инфоповодом покруче. Короче, как вы поняли, Банжи купили Sony Interactive Entertainment, PlayStation. И логотип Банжи теперь вот на обложке рядом. Что это значит, заживем ли мы теперь, не заживем, об этом коротко сейчас в этом видео я расскажу. Сори, если будет немного сумбурно, но, сами понимаете, повод довольно мощный и выпускать его было никак нельзя. Естественно, Банжи сразу на своем сайте выложили статью, заявление от гендиректора студии со словами о том, что значит для студии эта сделка. Студия верит, что игры это важный инструмент коммуникации, важный инструмент создания волшебных миров и, ну, в принципе, лирика. Понятно. Это большой шаг для студии, они уже были когда-то у Microsoft, потом воссоединялись с Activision и теперь вот Sony. Ну, кто-то скажет, что это для того, чтобы Фил Спенсер не успел тут подойти снова, но, ребят, сразу хочу сказать, что такие сделки, знаете ли, за неделю не готовятся. Они и за месяц не готовятся, так что, очевидно, этот вопрос назревал уже давно и, напомню, Банжи не так относительно, не так давно объявляли о том, что будут расширяться. Это все, ну, долгосрочные были планы и мы просто не могли о них и предполагать даже в смелых мечтах. Что особенно ценно в этом письме от гендиректора, это то, что все точки над «и» сразу расставлены. Нам ответили на самые животрепещущие вопросы. В первую очередь о творческой свободе, о ее сохранении в руках Банжи. Пит пишет, что они остаются хозяевами своей судьбы, немного каламбура. Они продолжат независимо разрабатывать и издавать свои игры, не только Destiny, но и готовящийся еще один новый проект. Но благодаря этой сделке у них появится шанс получить больше крутых кадров в свой штат, ускорить процесс расширения, получить, в общем, больше ресурсов на то, чтобы делать контент качественней, делать контент быстрее. Пит пишет, что в Sony понимают, что одной из главных особенностей игр в студии Банжи является сообщество, которое выстроено вокруг этих проектов. И поэтому они так трепетно относятся, опять же, со слов Пита, к этой творческой свободе. Что 30 лет Банжи прошли огромный путь, у них вот как раз день рождения, вот этот юбилей. И вот давайте-ка сейчас мы вам так бустанем ресурсы, но ничего, лезть сами трогать не будем. Это правильно, мы не узнаем, конечно, тонкости, и тут могут написать как угодно, а на самом деле какие-то там решения все равно будут приниматься коллегиально у них. Но так или иначе, на этом сделан основной акцент, они даже вот такую небольшую табличку сделали, где отдельно заострили внимание на этом. Ну и еще ответили на самые популярные вопросы, как бы нам, со стороны игрока. Как игроку в Destiny 2 может переход Банжи в состав PlayStation повлиять на способ игры? Банжи говорят, что никак. Их философия мультиплатформы для Destiny 2 как сохранялась, так и останется неизменной. Они хотят, чтобы играть в новое дополнение, например, Королеву Ведьму, мы могли на любой платформе, так как запланировали до этого. Появятся ли какие-то преимущества на платформе PlayStation для Destiny 2 с переходом Банжи? Тоже нет. Банжи оставляют тот же опыт для игроков, который сейчас есть. Будут ли изменены или затронуты какие-то обновления, сезоны, вот эта вся сезонная модель и так далее с переходом Банжи в PlayStation? Тоже нет, Банжи все сохраняет так, как была, полная творческая независимость и их планы на вот эту сагу света и тьмы останутся неизменными вплоть до Final Shape финальной формы в 2024 году. Теперь, кстати, наверное, можно даже не бояться каких-то переносов, ведь ресурсы появились, можно если что где-то там и жар дать дополнительного. Будет ли Destiny 2 Королева-Ведьма включать в себя какие-либо эксклюзивы для платформы PlayStation? Тоже нет. В Королевой-Ведьме не будет никаких платформенных эксклюзивов, так что играете вы на ПК, на PlayStation или на Xbox, все как и было, ничего не меняется. Стороннее приложение, компаньоны, тот же DIMM, ничего тоже тронуто не будет, короче, все остается точно так же, как и было. Все будущие игры, которые сейчас в разработке у Банжи, более того, они тоже не будут эксклюзивами для PlayStation. Тут, конечно, возможно, есть некое лукавство, возможно, не будут временным эксклюзивом, потому что технически это не эксклюзив, но на месяц дадут эксклюзивом. Это уже нас, ну, немного не так интересует, как судьба именно судьбы. Так что, такие новости. В общем, большие, неожиданные. Я вообще не планировал сегодня делать видео, и уж точно не планировал делать видео о каких-то покупках и контрактах. Вы знаете, что я не любитель обсуждать вот такие вещи, потому что мы не знаем, как оно устроено, мы не знаем, как давно эта сделка готовилась, обсуждалась, сколько лет или месяцев на нее было убито, и сейчас выносить какую-то диванную аналитику, даже с моей стороны, со стороны человека, который вроде по уши в этой игре и все такое, ну, это неправильно. Также отдельно хотел бы обозначить, что не надо думать, не надо сейчас начинать писать, что все, теперь заживем, теперь бабла у Банжи будет море, и они смогут давать нам по рейду каждые полтора месяца. По волшебству ничего не происходит. Давайте наберемся терпения, будем следить за новостями, что там со стороны PlayStation будет, на разных выставках, в общем, держим руку на пульсе, я вам в этом помогу. Ну и пишите, что вы об этом думаете. Блин, я не планировал покупать PlayStation 5, хотя мне она сейчас все равно и не нужна, вроде... Короче, баланс сохраняется, деньги на PlayStation тратить не надо, ничего переоформлять не надо, играем как играли, просто теперь радуемся, что у ребят из Банжи появились новые ресурсы и возможности делать крутые игры еще круче. Поздравляю Банжи с этим, и поздравляю PlayStation с пополнением. Интересное время, в интересное время мы живем. Наблюдать, как кто первый схватит вкусную студию со стола, как горячий пирожок, тот и молодец. Чудеса.